ПЕСНЯ 12 сентября Церковь чтит память святого благоверного князя Александра Невского. В этом году в России торжественно отмечают 800-летие воина, правителя, дипломата, святого. ПЕСНЯ Божественную литургию в старейшем храме Новосибирска во имя святого благоверного князя Александра Невского совершил митрополит Новосибирский Ибердский Никодим со служением духовенства епархии. ПЕСНЯ На протяжении веков святой князь Александр Невский является покровителем нашего Отечества, его защитников, воинства. Он проявлял чудеса силы духа и воинского мастерства, защищая нашу землю, и был непобедим на поле брони. Его подвиг по сохранению православной веры, по защите своей земли от иноземных захватчиков, был направлен на то, чтобы сохранить народ и землю русскую. Тринадцатый век был страшной эпохой в жизни нашего Отечества. Трудно себе представить, что тогда испытывали люди. Разоренное Отечество, разрушенные города, сожженные села, страх перед смертью. И вот как светлый луч среди этого ужасного бедствия, перед нами встает благоверный князь Александр Невский. Ибо он в это время являет пример того, каким должен быть христианином, и как верующий человек должен воспринимать бедствие. Он усердно заботится о близких своих. Ради того, чтобы не пришло, ханское нашествие на Русь едет в Орду. Договаривается с теми, кто разорил нашу землю. Но как только на ослабленную Русь стремятся прийти те, кто приходят к нам с запада, чтобы принести свои понятия, чтобы заставить нас перестать быть самими собою, а стать подобными им, он, благоверный князь, идет и разбивает их войско. И бьет их войско дважды, отстаивая Русь святую. Почему он это делает? Да потому что, когда ханское войско требует от нас дань, мы отдаем все последнее. Отдаем имущество. Но это ничто для нас. Когда те приходят к нам с запада и хотят отнять у нас самое главное, нашу веру, тогда мы стоим насмерть. Святый и благоверный князь Александр Невский являет нам пример и великого руководителя земли русской, и дипломата, и строителя, и семьянина, и воина. Но самое главное, он являет нам пример глубоко верующего человека. И все его подвиги, все его служение на благо земли русской обусловлено верою в Господа нашего Иисуса Христа. Он поступает как человек верующий и заповедями определяет свою жизнь, исполняя волю не свою, но волю Господа нашего Иисуса Христа. С праздником горожан поздравили руководители города и области. Имя Александра Невского, святого благоверного князя, в нашей стране почитается особенно. Александр Невский – защитник родной земли, защитник веры. Мы вспоминаем его воинские подвиги и, по сути, его большой жизненный подвиг. Александра Невского мы узнаем с самых ранних детских лет, из школьных книжек, из рассказов родителей. В этом году проводится очень много культурно-просветительских, патриотических мероприятий. Я, уважаемый владыка, хотел бы вас поблагодарить, руководителей всех приходов, прихожан, православных, новосибирцев, за то, что мы поддерживаем и крепим вот эту память великих страниц нашей истории, нашей великой Родины. Дорогие друзья, я поздравляю вас всех с праздником, Желаю вам здоровья и благоденствия во все времена нашей Родине. Родине, богатой своей историей, своим народом, богатой такими героями, как Александр Невский. За тысячелетнюю историю России родилось немало на нашей земле защитников, ратников, воинов, которые вставали на защиту русской земли. Но имя Александра Ярославовича занимает совершенно особое место в этом ряду исторической славы нашей земли. В чем же подвиг его? Почему мы выделяем его среди всех героев? Да, он нещадно бил врагов, Но он решал извечный вопрос. Вот эту дилемму, которая до сих пор стоит перед нами. Выбор между Западом и Востоком. В этом заключается особый путь России. Мы бы не были православными. Мы бы не были русскими. Не было бы у нас великой России, если бы этот выбор тогда не был бы сделан. Он сделал все для того, чтобы объединить русскую землю. Объединить русских людей. Мы должны с вами извлекать уроки из его жизни. Они актуальны, эти уроки, и сегодня. Потому что, как учит нас история, западный мир раз в сто лет объединяется, чтобы прийти на нашу землю, подчинить нас, чтобы растворить нас в своей западной идеологии. Ваше Высокопреосвященство, я вместе с вами преклоняю колени и кланяюсь памяти великого нашего предка. Я благодарю вас за то, что вы делаете, за ваш подвижнический труд, за сохранение этой исторической памяти среди новосибирцев. Напоминаю, первый каменный храм в Новониколаевске был храм Александра Невского. И это нас ко многому обязывает. Помните, чтите память этого великого святого князя, государственного деятеля, хранителя земли русской. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Слава Тебе, Боже, Господи, Господи! Одна из известных и любимых в народе святынь – икона Божией Матери Неопалимая Купина. В день ее празднования в Вознесенском кафедральном соборе после Божественной Литургии состоялся молебен, который совершил митрополит Новосибирский и бердский Никодим в сослужении духовенства епархии. Примечательно, что вместе с прихожанами в храме молились и сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций по Новосибирской области. Ведь образ иконы Божией Матери Неопалимая Купина является небесным покровителем бойцов МЧС. Каждый день представители подразделений, отвечающих за гражданскую оборону, борьбу с чрезвычайными ситуациями, стихийными бедствиями, оказывают поддержку и помощь людям, попавшими в беду под незримым покровом Пресвятой Богородицы. В сей день, когда мы прославляем образы Матери Божией Неопалимой Купина, мы воздаем честь и хвалу сотрудникам Министерства чрезвычайных ситуаций. Тех людей, у которых этот образ Божий является покровителем. Ибо те люди, которые трудятся в Министерстве чрезвычайных ситуаций, по саму названию этого Министерства можно определить, что они там, где случается беда и скорбь, первые приходят, чтобы спасать людей, чтобы оказать необходимую помощь. Будь это пожар, будь это наводнение, будь это землетрясение или какая-то иная чрезвычайная ситуация, именно вы, дорогие мои, там всегда первые присутствуете. И несмотря на опасность вашей жизни, несмотря на опасность вашему здоровью, вы готовы всем этим пожертвовать, чтобы оказать необходимую помощь. И сегодня, когда мы совершали молебен пред образом Божией Матери Неопалимой Купина, мы прежде всего молились за вас, за сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций, чтобы Господь вас благословил, чтобы Господь вас укрепил, чтобы Господь даровал вам необходимую силу усердно совершать свое служение на благо нашей Родины и на благо страждущих людей. Сегодня у нас есть счастливая возможность поблагодарить вас за те труды, которые вы совершаете. Сколько жизней вы спасли, сколько страшных ситуаций предотвратили. Наверное, каждый человек, по возможности, говорит вам слова благодарности. А сегодня мы говорим здесь, в храме Паки и Паки, благодаря вас за ваши труды. Всякий раз, провожая на службу своих сыновей и мужей, матери и жены молятся Небесной Царицы о спасении и благополучном возвращении своих родных. И по признанию руководителя Главного управления МЧС по Новосибирской области генерал-лейтенанта Виктора Орлова спасатели, огнеборцы в сложных ситуациях всегда надеются на помощь и покровительство Божией Матери. Безусловно, для нас образ Божией Матери Неаполина Макупина является действительно небесным защитником. Наши бойцы прежде всего идут в огонь, идут туда добровольно, и нам прежде всего необходимо, чтобы этот образ, эта Божья Мать покровительствовала тем, кто идет для того, чтобы предупредить, спасти, помочь, ликвидировать. Как мы чувствуем это? Наверное, можно сказать просто, у нас нет потерь. У нас последние потери были в 2015-2014 году, да, в 2014 году. К сожалению, мы потеряли своего боевого коллегу на пожаре. Соответственно, здесь совокупность всего, выучки, профессионализма и, безусловно, Божьего помысла и покровительства Божьей Матери. Здравствуйте, братья и сестры! Наконец-то после перерыва мы с вами снова встретились. Снова рады ответить на ваши вопросы. Вот первый из них. Какой вид спорта не богоугоден? Куда для занятий не стоит отдавать ребенка? Прежде всего туда, где воспитывается тщеславие, гордыня, желание победить любой ценой. Вот эти вот качества спорта очень негативны. Вообще, что такое спорт? Откуда он вообще взялся? Ну, когда он появился? 100, 200, 300 лет назад был спорт. 100 лет назад он уже появился. Появилось много свободного времени, много бездельников, желающих похвалиться своими достижениями. Потому что для физического здоровья спорт не нужен. Он калечит на самом деле людей. Физкультура нужна. Занятия на огороде, помощь по дому, занятия на турнике, здоровый образ жизни, отсутствие вредных привычек. Вот это полезно для здоровья человека. А вовсе не спорт как таковой. Нет, конечно, бывает спорт, который помогает защищать отечество, служить ему. Да, этому можно и нужно заниматься. Но не нужно добиваться того, я сталкивался не раз. И, кстати, работая со спортсменами, с тренерами, очень часто замечаешь того, что для них главное – воспитать чемпиона. И это сразу уже вызывает негативную реакцию. Вот чемпионом человеком бы стать, перед Богом бы предстать. Поэтому нужно заниматься сегодня, к сожалению, мы сегодня ведем малоактивный образ жизни, ездим на транспорт, а не ходим пешком. Поэтому нужно заниматься физкультурой, ходить в спортивные секции, фитнес, так называемые, да, модное слово. Но, опять же, не для красоты и телес, чтобы восхищать окружающих, а для того, чтобы были силы у тебя служить своему отечеству, молиться Богу, защитить тех, кто нуждается в защите. Поэтому для парней это, безусловно, конечно, те виды спорта, которые распитывают мужество, честность, требовательность к себе, способность защитить других людей. Но не гордыни и тщеславия. Вот на это обратите внимание. Еще вопрос. Примет ли в рай Господь тех хороших людей, что жили в советские времена, безбожные, с закрытыми храмами, с идеологией обмана и запугивания? Это наши родные предки. Нет, хороших людей, безусловно. Примет, конечно, Господь. Вопрос, что такое хорошие люди? Потому что критерий хорошести, он разный. Доходило ведь до того, что хорошими вещами считалось то, что сегодня или когда-то было страшной мерзостью. И сегодня нормой является то, о чем вчера даже и думать не могли. Мало того, это так называемые новые нормы навязываются сегодня обществу. Что такое хорошо? Вот заповеди Божии человек соблюдал, ходил пред Богом, даже не имея возможности прийти в храм Божий, но жил по заповеди Божьему, и самое главное – знал, перед кем ему потом придется ответ дать. Вот если он жил с этим страхом Божиим, в хорошем смысле этого выражения, вот в душе, знал, что перед Богом придется ответить за каждое праздно сказанное слово, за каждое не сделанное доброе дело, вот тогда он ходил пред Богом. И, может быть, даже и не зная Бога, или не имея возможности вот соблюдать все нормы христианской жизни, сегодня доступные нам, но он знал, кто источник благ. Конечно же, он совестью своей будет судим на страшном суде, как мечтаем об этом в Священном Писании. Поэтому, да, конечно, наши с вами родные, близкие, которые не имели возможности ходить в храм, ну, в нашем, например, городе Новосибирске всего было время, когда оставался один маленький храмишко, деревянный в новой луговушке, а в области вообще храмов не было, один маслянин оставался. Каким образом людям даже многие не отпеты остались, без исповеди, без причастия, но жили-то по совести, то есть голос Божий, весть Божию слышали в своем сердце, исполняли своей жизнью. Таковы люди, конечно же, перед Богом найдут, что сказать. А вот другое дело, человек, который пренебрегал Богом, ненавидел верующих людей, которые рядом с ним жили, но был при этом хорошим передовиком производства, но при этом матишиником, пьяницей, драчуном. Поэтому, еще раз, критерий хорошести какой, если человек понимал, что от Бога благо исходит, то, конечно же, ему есть, что ответить перед Богом, но, к сожалению, не все даже и сегодня об этом задумываются. Еще вопрос, почему церковь относится отрицательно к картам, игральной карте имеется в виду, к карточной игре и даже присутствию их в доме. Ну, все достаточно просто, потому что это изначально все эти игральные карты использовали для волхования, гадания. Мало того, вот все эти игральные масти, которые присутствуют там, в этих картежных карточках, это на самом деле там запрограммировано глумление над распятием Христа. Вот представляете? Да, представляете? Даже так, играю в карточки. Карты человек, по сути дела, разыгрывает сцену на Голгофе, когда вот прибивает ко Кресту Спасителя, когда шестерка бьет туза. Это же не просто так. Сердце пронзенное копьем. Поэтому, на самом деле, это, во-первых, очень древний культ, такой вот, самое настоящее волхование, сатанизм, мало прикрытый. Не говоря о том, что любая азартная игра, она влечет человека, может привлечь человека в погибель, конечно. А что касается игральных карт, еще раз говорю, там просто запрограммировано вот это глумление над страшной голгофской жертвой Христа. Еще вопрос. Много лет хожу в храм, соблюдаю посты, читаю молитвы. Вначале было радостно, а сейчас уже вошло в привычку, и радости особой нет. Сама в чем-то виновата, что со мной не так. А вот в этом и проблема, что это стало привычкой. Даже в взаимоотношениях с людьми, вот в семейных отношениях, бывает, охлаждение наступает, потому что нет прорыва. Мы в любви к Богу, к церкви, к родному человеку, к мужу, к жене, к детям. Мы очень часто любим себя и хотим, чтобы все окружающее нас создавало для нас комфортабельные условия. Когда прихожу в храм, постою, помолюсь, поисповедуюсь, ну и как хорошо, очистился я от грехов. И можно идти, грешить дальше, не прилагая никакого усилия к тому, чтобы любовь моя была действенной. Мало просто ходить в храм, нужно меняться. Милосердие, может быть, побольше нужно творить по отношению к другим людям. Почему наша вера столь ориентирована на себя, она столь эгоистична? Вот если человек ориентирован на себя, на получение для себя комфортабельных условий, радости от общения с Богом, а многим людям мы принесли радость, многим людям наша вера доставила радость, многим людям мы служим своей верой. Что для вас вера? С простоя исполнения каких-то обрядов, соблюдением постов, молитв, и не более того? Вот тогда и наступает пустота в душе, потому что нет, вера не воплощается в делах. Может быть, поэтому наступает охлаждение, привыкли только получать от Бога радостные какие-то известия, а сами много радости доставили Богу своей жизнью. Многим ли людям мы доставили радость своим милосердием? Может, в этом проблема. Так что давайте, нельзя будет успокаиваться своими подчас мнимыми достижениями духовной жизни. Еще вопрос. Слышал, что душеполезно получать благословения у молодых батюшек, недавно рукоположенных, якобы у них благодать больше силы. Да, действительно, я вот такое даже слышал, что даже епископы, которые рукополагают молодых батюшек, тут же говорят, благослови, потому что обновилась благодать. Вот произошло это величайшее, одно из величайших таинств церкви. А вот человек стал священником. Благодать Божия снизошла на него в таинствах церкви. Действительно, мы вот так думаем, ну, потом же благодать теряем, правда, ведь потом начинает грешить, вольная или невольная совершает какие-то проступки, недостатки, отсутствие горения, вот, ослабления в молитве, и благодать теряется. Да вы знаете, и поэтому, вот, на этом основании нужно успеть получить благословение, пока эта благодать не утратилась. Да нет, дело в том, что благодать мы получаем от Бога, а не от священника. Через него, но каким бы он ни был, молодым или старым, только что рукоположным или убеленными сединами, и духовным опытом человеком, благодать Божия действует, в нем независимо от внешних обстоятельств. Поэтому это просто благочестивая традиция, конечно. Я думаю, что я спрашиваю благословение у священника, получение благословения получаем и от Бога. И священник не говорит, я тебя благословляю. Батюшку благословляет именем Божьим, даже называется благословение священника, именно словным благословением именем Божьим. Священник благословляет обращающихся к нему людей. Вот еще вопрос. Зять хороший, но выпивает всю жизнь, уже лет 20, каждый день кается, дочь говорит, пытается бороться и правду. Раньше крепко принимала, сейчас вино или пиво, и все поменьше. Но совсем бросить не может. Как ему помочь? Ну так молитесь за него, вы же видите, результат-то есть. Только не пилить, не пилить. Особенно, когда он уже выпивший. Вот тут давай, сейчас я тебя тут облечу в своих грехах. Не надо. Надо с трезвым говорить, больше хвалить, может больше. Вот очень часто, почему мужчины? Они слабые существа на самом деле. Что-то не получается. Вот самый простой способ. Уйти куда-то там, на подводной лодке. Уйти в пучину опьянения рассудка. А вы попробуйте побольше его хвалить. Какой он хороший, замечательный. Какие усилия прилагаете. Меньше уже стал, да? Ну молитесь, естественно, есть особые молитвы, которые молимся мы, о людях таких вот. Находящихся в таких вот обстоятельствах, стесненных страстях. Еще вопрос. Почему мощи святых нетленные? Какой сил они наделены? Ну, во-первых, нетление мощей не является признаком святости. Это разные традиции бывают. И не всегда даже, понимаете, есть святые мощи, которых вообще не знаем, где находятся. Вообще просто мы не знаем их. Где они, что они, какого они состояния. Многие пропали. И неизвестно, в каком виде они находятся. Многие мощи уничтожены безбожниками. Святость она не от мощей. Святость она от той жизни во Христе, которую человек в своей жизни проводил. И потом в дальнейшем, в том благодати, которую Господь передает через этого человека. Ходатая за нас перед Богом. Мы же обращаемся как к святым-то. Моли Бога о нас, святые угодничьи Божьи. Он там предстоит, престолу Божьему. Мы молимся Ему. Потому что Ему-то, да, вот как поговорка такая русская, молись Николе, а Он спасу скажет. Видите как? Молимся Николе, а Он за нас словечко Богу замолвит. Там, пред престолом Всевышнего. Давайте обратимся к евангельскому чтению. Кстати, вот такое евангельское чтение 21 глава Евангелия от Матфея довольно суровое. И содержание этой сегодняшнего евангельского отрывка довольно серьезное. Сказал Господь притчу сию. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точила, построил башню, дал его виноградарям и отлучился. Когда приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарам взять свои плоды. Виноградаре, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал других слуг. Больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградаря, увидев сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его. И схватив его, вывели вон из виноградника и убили. И так, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодеев всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать плоды во времена свои. Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергли строители, тот самый сделал со главой угла. Это от Господа есть дивного чах ваших. Вот эту притчу Господь говорит в последние дни своей земной жизни. Говорит ее не просто собравшимся тысячам людей, которые окружали его, и теснили, и внимали каждому слову. Эту притчу Господь сказал в окружении старейшин, книжников, то есть элиты иудейского общества. И в этой притче он говорит о неком хозяине, о господине, о винограднике. Хозяин, домоправитель, домоустроитель, Господь Бог, Созидатель этого мира, насадил виноградник, мир создал. Нас в том числе. Ограду построил, ограду заповеди, законов божих, отдал виноградарям, тем, кто будет приносить плоды во времена свои. То есть как раз тем самым элите общества, которые обязаны заботиться о винограднике, обязаны удалять засохшие ветви, бороться с жуликами, ворами, расхитителями, всякими там этими колорадскими жуками, вредителями, обязаны очищать виноградник и не забывать Богу отдавать часть урожая, грендную плату. Какую жертву мы можем отдать Богу? Дух сокрушен покаяние свое. Когда Господь видит, что люди нечестивы, забывают о покаянии, посылают своих слуг, пророков, которые обличают людей во грехах, а люди в ответ гонят их. Кто вы такие учить нас? Некоторых бьют, а некоторых даже убивают. Тогда Господь говорит, пошлю сына моего, может, увидев его, стыдятся, но виноградарей, элита тогдашнего общества, увидев сына Божьего, сказали, убьем его, и все наследство будет наше. Убьем сына Божьего, и тогда уже будем творить все, что заблагорассудится. Правда, слово «благо» здесь мало применимо. И вот, вывя вон из виноградника, Господь пророчится о собственной своей смерти, ведь Христа распяли на Голгофе за пределами Иерусалима. Вывя вон из виноградника убили, и Господь спрашивает, что сделает сам хозяин, когда придет со своими слугами во славе своей. И элита тогдашнего общества говорит, ну, только отнимет виноградник-то и отдаст другим виноградарям. Другим. Вот это понятие избранничества Господь возлагает на тогдашнее общество, возлагает определенные обязательства. Не исполнили. В каком-то смысле и мы с вами, сегодняшние христиане, на нас тоже возложена какая-то задача. Исполняем ли мы ее? Вот это вот, несем ли мы тот самый крест, исполняем ли мы ту задачу, врученную нам Богом? Вот это избранничество. Бог нас избрал, дал нам заповеди Божии, священное писание. Живем ли мы по ним? Приносим ли Богу покаяние? Вопрос. И обличает ли это заповедь только древних иудеев, распявших Христа, или нас, сегодняшних, ленивых и нелюбопытных? Помоги Господь разобраться и принести Богу плод покаяния. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-4904. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok